Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина. Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня я хочу с вами поделиться фаворитами весны. И если вам интересно такого рода видео, и что мне больше всего понравилось из того, чем я пользовалась, конечно же, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая и поехали смотреть. На самом деле есть позиции, которыми я пользовалась на протяжении трех месяцев, начиная с марта, заканчивая маем. И мне эта позиция нравилась, безусловно, регулярно и утром, и вечером. И есть те продукты, которые за месяц просто покорили меня сразу же, и с которыми я хочу сегодня с вами поделиться. Возможно, для кого-то данное видео будет очень даже полезным. Начну, наверное, с ухода за волосами, потому что последние видео, как вы видите, у меня очень много направлено именно в уходе за волосами. Я просто ищу достойно хорошие продукты, которые мне будут 10 из 10 нравятся. И первое, что меня действительно впечатлило, это шампунь, которым я пользовалась достаточно долгое время. Это шампунь от российского бренда Green Pharma, шампунь с женщинем. У меня есть обзор на продукцию, которая вам сегодня... У меня есть обзоры и в Инстаграм, у меня есть видео, посвященное данному бренду Green Pharma. О нем я там подробно рассказывала. Могу сказать от себя только одно еще добавить. В то, что данный шампунь меня покорил и удивил. В плане того, что данный шампунь является достаточно бюджетным. И он действительно работает хорошо, очищает волосы после него, действительно блестящие, мягкие. Данный шампунь хорошо очищает. Мне нравится, как он пенится. Единственное, у него приотвратительнейший аромат лично на мой нос. Но действие данного шампуня мне очень нравится. Как вы видите, я им активно пользуюсь. И его осталось уже совсем немного. И я очень рада, что я познакомилась с данным брендом. Мне он действительно очень понравился. Какой-то дикий рост волос от него я не заметила. Хотя здесь очень вкусные компоненты данного шампуня. Но могу сказать, что да, действительно, чуть-чуть выпадение волос он, так скажем, корни укрепил. И мне это очень нравится. Он и заявлен как укрепляющий шампунь против выпадения. Я думала, вдруг он еще будет активизировать рост волос. Потому что здесь прямо витамины и цинк, и очень много всего разного. И Женшинь он очень полезен вообще. Он, в принципе, как компонент. В общем, данный шампунь могу смело посоветовать. Я осталась от него просто в диком восторге. Хороший шампунь за такую бюджетную стоимость, за которую он продается. Смело могу порекомендовать. И у него очень хороший объем. Объем в 500 мл. Следующая позиция из ухода за волосами. То, что мне понравилось. И это маска. Данная маска у меня уже заканчивается. На нее тоже есть у меня обзор. Это шампунь Фарма Жожоба. Не так давно я делала на нее подробный обзор в своем инстаграм. Могу сказать только одно. Данная маска, она меня удивила. Потому что, по большому счету, она такая идет густая. Масляная. Очень приятно пахнет травками. Зачастую натуральная продукция, натуральные маски, насколько я смотрела разных обзоров, они не могут ваши волосы как-то, знаете, с ними сделать что-то такого вау-супер. Потому что зачастую волосы особенно длинные, им ближе какой-то профессиональный уход и с добавлением силиконов. Здесь вместо силиконов присутствуют масла. Но масла они имеют свойство, и помимо того, что питать волосы, они могут сушить. Но эта маска, она работает как такая, знаете, профессиональная, что ли могу так сказать. Потому что после использования данной маски, именно длина волос, она становится такая рассыпчатая, мягкая. Знаете, вот такое впечатление, что вот на волосах поработали силиконы. Вот тот, кто пользуется силиконовыми масками, вы сейчас прекрасно понимаете, о чем я говорю. Волосы такие рлощенные и скользкие в правильном понимании. То есть абсолютно все кутикулы волос, они сглажены. И мне нравится то, что волосы действительно очень хорошо с ними выглядят, легко расчесываются. И как вы уже поняли, я этой маской пользуюсь просто регулярно. Я сейчас прекрасно понимаю, что она у меня заканчивается. И это неприятнейшая новость, что касаемо с этой маской. Ее здесь объем 250 мл, мне очень понравилось. Девочки, смело могу вам ее посоветовать, если у вас тоже длина волос сухая и волосы не окрашены. Не знаю, как будет работать на окрашенных волосах, но на натуральных волосах она сработала очень даже хорошо. К сожалению, сечку правда не убрала, но я думаю, что само полотно волос стало лучше, чем было. Могу сказать так. И следующее, что я не могу не выделить именно этой весной. Я пробовала, точнее не пробовала, а достала из своих закромов масло Макадамии от бренда Хаск. Это масло у нас идет для кончиков волос после мытья волос. Могу вам сказать так, что там, где бальзамы, либо маски для волос, которыми я пользовалась, они были не очень хорошие, не очень хорошо работали на моих волосах, меня всегда спасало данное масло. И мне нравилось то, что после использования данного масла волосы действительно очень мягкие. Они такие, знаете, они такие блестящие, они какие-то такие живые. И, в общем, смело могу вам порекомендовать данное масло. Мне очень оно нравится, и я им уже пользуюсь, наверное, два года точно, да. То есть, как бы первый раз я его для себя открыла в шестнадцатом году, попробовала осенью, и вот до сих пор мне нужно, чтобы оно у меня было в наличии. Очень-очень вкусно пахнет орешком Макадамии. Его нужно совсем немножко. Да, цена у него небюджетная за объем 18 миллилитров, но действующее масло, так что действенное масло, девочки, смело могу порекомендовать вам его. Следующее, что я хочу вам показать, выделить для себя то, чем я пользовалась, то, что меня очень сильно впечатлило. И это был уход за телом. Две такие масочки, две такие, точнее, баночки, которые я вам хочу показать. Первое, на что у меня тоже даже есть уже обзор в моем инстаграм, это скраб для тела от бренда Натура Сибири, как Crazy Animals. Серия, это ход скраб для тела с вкусными ягодками. На самом деле, мой скептизм к бренду Натура Сибири, вы не представляете какой. То есть для меня, вот то, что там многие говорили, расписывали, то, что это супер-пупер бренд, который делает натуральную продукцию. В свое время, когда я смотрела составы, я не видела ничего натурального. Но когда я увидела вот эту вот смешную упаковочку, небольшой объем и интересное описание продукта, я решила его заказать, я его заказывала онлайн. Я его даже не нюхала, не тестила в магазине. И когда он ко мне пришел, я его открыла. Девочки, мальчики, он меня сразил на повал. Вы помните, у меня, кто подписан на меня на мой инстаграм, я делала на него обзор. И я вам говорила о том, что это просто мега крутой, классный скраб для тела. Тут действительно присутствует соль, она чувствуется. Тут присутствуют ягоды. И он классно скрабирует, приятное тепло. И если вот им интенсивно поскрабировать, прям будет очень-очень приятно. Я вообще скажу, какие здесь присутствуют ягодки. Медвежья ягода, конейский перец, вулканическая голубика и черная бамбуковая соль. Ребят, это реально ягоды с солью, реально. Это вот просто что-то нереально вкусное. И я себе вот прям вот уже купила, у меня есть уже в запасниках. Я прям не могу, я его обожаю нежно-нежно. Я круглогодично себя скрабирую, так что это штучка, которая всегда должна быть. Я вам смело ее рекомендую попробовать. Каждая девочка должна попробовать данный скраб, потому что он мега круто вкусно пахнет и хорошо работает. Следующий продукт, который тоже у меня есть уже обзор на него, но я все равно должна о нем рассказать, потому что вы должны его попробовать, потому что это крутая штука. Это тоже от серии Crazy Animals, фреш-крем для тела, свежая медвежья ягода, сочная сахалинская клюква, дикая таежная брусника, вулканическая голубика. Это те ягодки, которые присутствуют в данном кремушке для тела. Он у нас что, должен? А он у нас должен, сейчас вам скажу, он должен тонизировать, обновлять и питать кожу. На самом деле, для меня, когда производители пишут, что какой-то обычный крем, который стоит не очень дорого, то, что он должен напитать, увлажнить, тонизировать, для меня иногда становится это смешно, потому что трудозатраты на производство данного крема и компоненты, то есть должна продукция стоить дороже. Но это реально бюджетная косметика, так что это бюджетные даже открытия весны. Данный кремушек выглядит, как такой, знаете, густой баттер, который имеет розово-сливочный цвет. Цвет очень вкусно пахнет ягодками. Преимущество данного крема, то, что он не оставляет пленки, он хорошо впитывается, действительно питает кожу. Я им пользовалась после того, когда я обгорала на солнышке в мае. Мне он очень помог успокоить кожу. Но при всем при этом, когда я использую данный кремушек, мне не хочется использовать парфюм, потому что данный аромат ягодок, он присутствует на теле. И это, знаете, такой легкий аромат, который не душит. Это такая одушка парфюма, которая очень приятна. И даже одежда от данного кремушка пахнет ягодками. Бывают просто некоторые крема и лосьоны, когда вы наносите на тело, они начинают окисляться, и запах становится такой пренеприятнейший. Здесь такого нет. Вот серьезно, мне очень нравится, и я смело вам могу порекомендовать его использовать. Как вы видите, я его уже практически добила. Еще на раза два его здесь есть, и полетит он в пустые баночки. Дико понравился. Смело вам могу порекомендовать эти бюджетные находки, фавориты, которые меня очень сильно впечатлили и удивили. Следующий продукт за телом, который фаворит просто из месяца в месяц, из года в год, это крем для рук от бренда Бархатной ручки. Я вам уже говорила о том, что у меня дико сухая кожа рук, они просто иногда вот зимой, осенью, весной превращаются в такие куриные лапки. Что меня спасает? Это Бархатные ручки ночной. Все. Вот я им должна пользоваться каждый вечер, тогда ручки будут ухоженные. Действительно хорошо питает, увлажняет кожу. Очень становится мягонькая кутикула. Это все очень круто, мне очень нравится. Смело могу вам порекомендовать. Обычная одушка крема Бархатных ручек. Ничего нового, я думаю, вам сегодня не сказала. Но, девочки, если вы в поиске бюджетного крема для рук, который действительно работает, присмотритесь Бархатным ручкам к питательному крему ночному. Вот такая вещь. Следующие четыре позиции будут в ходе за лицом. Так что, девчонки, еще немножечко, и я вас задержу. С чего начинается каждый уход за лицом, это, конечно же, очищение. Для меня было, знаете, такое открытие весны. Это был гель от, гель Муз для очищения лица от бренда Виадорма, серии Себиум. И, знаете, данный гель действительно очень мягко, деликатно очищает кожу. Он подходит как для подростковой кожи, так он подходит для взрослой кожи. Он замечательно очищает кожу. Мне нравится то, что после использования данного гель Муза действительно кожа очищенная, она не стянутая, нет никакого раздражения, нет, знаете, вот такого ощущения, что вы умылись и вы такая превратились тут же в урюк. Такого нет, действительно хорошо очищает кожу. И для моей чувствительной кожи, склонной к аллергии, подошел просто идеально. Данный гель Муз можно также использовать мужчинам при бритье, если у вас, к примеру, есть проблема после бритья вросших волос. Фолликулит это называется. Данный гель Муз очень хорошо при этом помогает. Так что смело присмотритесь. Мне он понравился. Единственное, у него вот расход буквально за полтора месяца, вот как вы видите, да, тут его еще осталось на недельку и все. Но это реально достойный хороший аптечный гель Муз для умывания, для проблемной кожи, для жирной проблемной кожи любых возрастов. Смело могу порекомендовать. Следующее, что мне очень сильно нравилось на протяжении всей весны, то, без чего я просто не могла обходиться, то, что меня спасало и утром, и вечером, это серум, соц серум, средство, точнее серум от бренда Кадали. У меня здесь уже нет никакой упаковки. Я знаю, что это увлажняющая серия их винарус. И я хочу вам сказать, девочки, если у вас сухая кожа, чувствительная кожа, обезвоженная кожа, присмотритесь к данному серому, соц серум винарус. Я могу вам сказать, это реально крутая вещь, которая круто увлажняет. Вот когда я пользуюсь данной сывороткой, серумом, мне даже не хочется наносить никакого крема. Действительно, моя кожа находится в обезвоженном состоянии. Вы знаете то, что я сейчас прям активно просто убираю воспаление, при всем при этом, все равно так или иначе наносишь какие-то противовоспалительные маски. Они содержат глину, которая обезвоживает кожу. Так вот, вот эта вот сыворотка, этот серум, он очень хорошо помогает именно питать и увлажнять кожу. Он быстро впитывается. Единственное, у него дичайший просто какой-то расход. У меня уже осталось совсем немножко. Но действие данного серума мне очень понравилось. Так что смело могу порекомендовать. Хорошая помпа-дозатор, которая выдает продукт. Хорошо впитывается, не оставляет жирные пленки. Максимально впитывается. То есть, сколько вы нанесли, он кожа все съедает. Мне очень понравилось. Так что, как закончится данная упаковка, я обязательно себе прикуплю. Еще вот на весну, зиму для меня это крутая вещь. Летом, конечно, сейчас попробую. И потом уже вам расскажу, подходит он для лета, либо он будет тяжеловат. Следующая вещь для лица. И знаете, это тоже для меня на самом деле, помимо того, что это фаворит, это еще и открытие весны. И это средство, которое мега бюджетное. Просто вот бюджетнейшее средство, которое я наносила на свое лицо. И я вам сейчас говорю о геле. Ой, я вам сейчас говорю о геле для лица от фирмы Бородерм. У меня это гель от Угрей. Ребят, девочки, мальчики, у кого есть проблемная кожа, у кого есть проблема именно присутствия воспаления, и когда у вас закрытая пора, и когда, вот знаете, вот не хватает того, чтобы пора приоткрылась и все вот выходило. Вот этот вот гель делает то, что он вытаскивает всю грязь, которая у вас есть внутри там под кожу. Он просто вытаскивает и делает так, чтобы оно все выходило. Я не знаю, как это у него получается. Вот это вот средство, которое дико бюджетное от бренда Бородерм, оно действительно очень хорошо работает. Состав у него идет, здесь у него есть позиции, которые для меня достаточно мне не нравятся, но я могу сказать, на моем, именно на моей чувствительной проблемной коже данный кремшек работает очень даже неплохо. Здесь присутствует глицерин и то, что мне не нравится, и эфирное масло розы, то, что я не люблю. А все остальное это деликатные эфиры, экстракт коры дуба, плодов черемухи, полыни горькой, ревени, шалфея лекарственного масла виноградной косточки, оливковое масло и всякие разные кислоты какие-то присутствуют здесь, которые я вам сейчас просто не смогу прочитать. У него не очень приятный аромат, но он действительно хорошо работает. И если у вас проблемная кожа, присмотритесь вот к этому средству. Вот Бородерм мне очень понравился, реально хорошо поработал и достойный продукт вашего внимания. Легко впитывается, хорошо распределяется и как бы да, мне нравится это. Его еще можно использовать спокойно летом. Все, крайний продукт, который я вам хотела сегодня показать. И это мои просто патчи, без которых я уже не могу. Это патчи от бренда Пурэдерм, коллагеновые, которых здесь должно быть 30, но мне всегда в патчки попадаются с 29. Могу сказать, это крутые бюджетные патчи под зону под глазами. Я их всегда держу в холодильнике, они хорошо увлажняют кожу, убирают при пухлости. Синеву, конечно, они никуда не девают, но именно как увлажняющие патчи под зону под глаза, которые уберут при пухлости, данные патчи справляются просто на урау. У меня также есть на нем пост в моем инстаграм. Если вы не подписаны на меня в инстаграм, подписывайтесь, мискик 9970. Я рада буду вас там видеть в числе своих подписчиков, друзей. Так что вот так вот смело могу, девочки, мальчики, порекомендовать вам данные патчи, если у вас тоже сухая кожа под глазами. У меня просто сухость вечная какая-то, пытаюсь все время это все убрать. И мне сейчас помогают именно вот эти вот патчи под глаза, коллагеновые. Крутые штучки, прям вот смело-смело от всей души советую. Вот такие у меня были фавориты весны. Если вы чем-то пользовались и у вас тоже есть фавориты, то, что были у меня, дайте, конечно, знать. Пишите свои фавориты, то, что вы можете мне посоветовать. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, мискик 9970. Я вас тоже рада там всегда видеть. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Мы увидимся с вами в скором будущем новом видео. Всем пока-пока.